Здравствуйте, вы смотрите 7 канал, в студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Сегодня Славянск отмечает вторую годовщину освобождения от пророссийских боевиков. Именно после захвата этого города в Украине объявили о начале антитеррористической операции. В праздничных мероприятиях принял участие и президент Петр Порошенко. Свой визит в Донецкую область глава государства начал с посещения горы Карачун, на которой почтил память погибших воинов. Президент проверил, как идет восстановление телевышки. Ее в 2014-м уничтожили боевики. Ремонт позволит восстановить вещание украинских телеканалов и радиостанций на большой площади Донецкой области. Глава государства распорядился вернуть телевышку к работе в течение двух месяцев. Петр Порошенко выступил перед жителями Славянска. Украинский лидер напомнил, возрождающиеся вооруженные силы сдали свой первый экзамен в настоящей войне. Благодаря им Славянск и Краматорск удалось освободить с минимальными человеческими жертвами. Глава государства добавил, ныне оккупированные территории вернут в состав Украины политико-дипломатическим путем. В четверг Комитет Европарламента по иностранным делам рассмотрит отмену виз для граждан Украины. В докладе для Комитета отмечается, что безвизовый режим должны предоставить как можно скорее без задержек. Это станет признанием прогресса Украины в проведении необходимых реформ. Также в докладе подчеркивается, отмена виз для украинцев должна произойти независимо от процесса принятия в Евросоюзе нового механизма приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран. В Киеве проходит выставка окаменелости экспоната из крупнейшей частной коллекции страны. Как украинцы использовали предков кальмаров и какие млекопитающие водились в древности на территории нашей страны? Ответы в следующем сюжете. Большая часть экспонатов собрана руками археологов на территории Украины. Поэтому, несмотря на ожидания многих посетителей, останков гигантских ящеров тут не встретишь. Когда были динозавры, мы были дном моря. Дно моря поднялось, динозавры исчезли. Мы с ними разменулись в истории. Мы не пересекаемся с ними. 400 миллионов лет назад юго-восток Европы покрывал океан Тетис. В нём в большом количестве обитали предки современных кальмаров – белемниты. Когда-то украинцы использовали их в качестве лекарства. Оказалось, что наши казаки перетирали их на порошок, это очень мягкий камень, и засыпали ими ранки. Имеет большие свойства свёртывания крови. Кроме моллюсков в Тетисе водились и доисторические акулы. Зубы этих грозных рыб – одни из самых частых находок в Украине. А здесь представлены эпоха млекопитающих. В то время территория современной Украины уже стала сушей. Это часть ноги носорога. Больше всего мы находим остатки носорогов и мамонтов. Шерстистый носорог полностью вымер, но их было очень много здесь, потому что остатки и зубов, и костей мы находим очень много. Археологи уверяют, украинская земля полна подарками прошлого. Найти их несложно по берегам больших рек, таких как Днепр. Увлечённому искателю помогает сама природная стихия. Ветер и течение обнажают ценные открытия. У нас, оказывается, под ногами буквально валяются многие вещи, а мы не знаем. Когда это всё видишь своими глазами, очень захватывает. Когда представляешь, когда давно это было. На нашей территории, в Украине, вот, рассказывают, даже зубы акул находят на баллоне. Честно, я была удивлена этим, конечно. Я думала, что только где-то в других странах. Все экспонаты выставки из частной коллекции, самой крупной в Украине. Необычного воздушного змей сделал тайваньский энтузиаст. Это цапля на велосипеде. Неординарные формы не мешают парить в воздухе. Как пришла идея, узнаем из следующего сюжета. В небе над тайваньским уездом Илань летал уникальный воздушный змей. Цапля на велосипеде уверенно держится в воздухе. Форма змея имеет особое значение. К тому же, его ноги подвижны, и он может летать. И хотя он поднимается не очень высоко, но моя дочь не видела раньше такого змея. Он уникальный. Когда я увидела его, то мне показалось, что это человек в небе. Внимательно приглядевшись, я поняла, что это воздушный змей. Просто похоже, будто человек едет на велосипеде по воздуху. Это красиво и остроумно. Фэн Цаньхуан создаёт воздушных змеев самых разных видов вот уже 30 лет. Новое творение посвящено детскому фестивалю, который проходит в Илане. «Змей-велосипедист предназначен для того, чтобы стать символом детского фольклорного фестиваля. Цапля, едущая на велосипеде, – это талисман и часть художественной инсталляции. Но фактически это прекрасно летающий змей». Змей в виде цапля-велосипедиста 2 метра высотой, в длину 1 метр 80 сантиметров, в ширину 75 сантиметров. При этом весит всего 800 граммов. Мастер использовал для создания этого кайта специальный облегчённый материал. На всю работу ушло 2 месяца. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова